К мэру столицы Дагестана обратился житель дома по улице Лизы Чайкиной. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попросил городоначальника отремонтировать проезд ко двору дома, находившийся в плачевном состоянии. Ему, как никому другому, доставляли дискомфорт, неровные дороги и отсутствие асфальта во дворе дома. Просьба махачкалинца не осталась незамеченной. Подробности в следующем сюжете. Еще недавно здесь было ни пройти, ни проехать. Качество дороги оставляло желать лучшего. И если основная масса жильцов дома как-то привыкла к таким условиям, то махачкалинец Рашид Салманов свыкнуться с этим никак не мог. Благодаря обращению местного активиста проезд со стороны двора к улице отремонтировали в кратчайшие сроки. После этого мои соседи обращались туда к ним, к этим подрядчикам, работникам, по поводу проездную часть асфальтировать. Тут вообще невозможно было проехать, честно говоря, не то, что на коляске, даже на автомобиле. Мы услышали нашу просьбу. После вышли на меня его помощники, приехали к нам за их заказчики, увидели вот это все. Короче говоря, буквально две недели не прошло асфальтированный метапроезд. Таким изменением рад не только Рашид, но и его соседи, и даже самые маленькие. Апробацию нового асфальта здесь проводят на самом разном транспорте. Пол плохой, нехороший, не могла я на нем кататься. А теперь? А теперь могу вот только здесь. Здесь катаешься? А на чем катаешься? На велике и на самокате. У меня ролики тоже есть, правда я на них не умею. Даже самим просто приятно выйти, детям на велосипедах покататься. Дети даже, допустим, выходят, там, женщины с колясками и так далее. То есть, скажем так, очень, ну, нам нравится. Большие проблемы местные жители испытывали не только из-за подъездной дороги, но и из-за качества дорожного полотна на самой улице. Трудно было проехать даже автомобилистам. Сейчас же всю улицу имени Лизы Чайкиной ремонтируют в рамках проекта «Улица Победы». Большая проблема – это ширина улицы, машины, негде было парковаться. 30-я маршрутка, моя любимая, не могла туда-туда там проехать. Сейчас нормально все. К сожалению, не отремонтированных дорог, как и самих дворов и проездов ко дворам, остается в Махачкале еще множество. Обращения поступают из разных районов города. В мэрии проблемы решают по мере возможности. Сейчас в республике идет активная работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которая охватывает все новые и новые улицы. Гурбан Рагимов, Магмед Абдул Муталибов, телеканал ННТ, Махачкала.